Брещанка Раиса Никитична, заметив объявление о проведении бесплатной акции нотариусов, пришла на консультацию, поскольку вопрос у неё весьма неоднозначный. Как оформить наследование автомобиля, который остался от отца? Женщина задала специалисту целый ряд вопросов, которые не могли остаться без внимания профессионала, и получила на них весьма компетентный комментарий. У меня был такой вопросик, который не могла сразу разрешить, насчёт машины папиной, которую наследство надо взять. Поэтому здесь мне всё объяснили, всё понятно, всё ясно. Не каждый пенсионер может оплатить деньги, сумму денег. Поэтому приходят в этот день, когда консультации бесплатные. В этот день в Брестскую нотариальную контору обратилось немалое количество граждан, и каждый из них хотел получить ответ на волнующий его вопрос. Подобного рода акция, которую проводят накануне различных государственных праздников, это традиционные мероприятия для нотариусов Брестского нотариального округа. В рамках Дня пожилого человека такая акция получила название «Помним, ценим, уважаем». У нас ежегодно проводятся, ко дню пожилых людей, акции по бесплатному консультированию. Люди в основном обращаются за совершением таких нотариальных действий, как удостоверение завещаний, оформление наследственных прав. Стараемся, конечно, разъяснять все, чтобы было гражданам понятно, ссылаемся на нормы законодательства. Если что-то не совсем понятно, мы пытаемся объяснять это доступным языком. Такого рода акции Белорусской нотариальной палатой проводятся на постоянной основе. Сегодня граждане в основном обращались по вопросу оформления наследственных прав. И в преддверии праздника хочется пожелать, пусть каждый из вас будет окружен заботой родных и близких. Пусть множатся ваши годы и будет крепким здоровьем. А в ваших сердцах всегда живет веселый азарт молодости. Пусть каждый новый день приносит вам положительные эмоции и радость. Однако нотариус Субрецкого нотариального округа весьма талантливый и креативный, поэтому решили не ограничиваться одной консультацией. Гражданам пожилого возраста вручали цветы и подарки, поздравляя их с наступающим праздником. В рамках приема была организована еще одна акция, которая получила название «Предолевая расстояние». Ее участники – люди абсолютно разного возраста, имели уникальную возможность отправить открытку своим родным и близким, чтобы поздравить их с праздником. Я часто обращаюсь в нотариальную контору, а сегодня мне посчастливилась такая возможность поздравить своего отца с Днем пожилых людей и отправить ему открытку. Такая же возможность появилась и у брещанки Ольги Ноздряной, которая решила ею воспользоваться и отправить открытку с поздравлениями своей маме. Мне нужно было нотариусу попасть, а тут такое вот мероприятие, и вот сделаю маме подарок, подписала открытку, пускай порадуется. Невозможно заставить другого человека испытывать уважение, это чувство можно только заслужить. А к людям пожилого возраста нужно относиться с особым уважением, потому что именно они на своем большом жизненном опыте учат нас тому, как правильно поступить в сложной жизненной ситуации. Именно к ним всегда можно обратиться за советом. И поэтому День пожилых людей по-настоящему важное событие для каждого человека. И именно тот случай, когда нужно поздравить своих родных и близких. День пожилых людей по-настоящему важное событие для каждого человека.